Уважаемые водолеи, всем доброго времени суток. Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ТОРО прогноз на неделю с 30 октября по 5 ноября. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня просматриваем? Личную жизнь, взаимоотношения, работа, карьера, возможные доходы, расходы, также кредитные линии для тех, для кого это важно. Скрытые факторы. Подведем итоги этой недели. Посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни. И в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. И та карта, которую я достану в произвольном порядке, и ответит на загаданный вами вопрос. На столе вы видите еще одну колоду. Ее я также буду использовать для дополнений уже в конце расклада. Думайте о своем желании. Кому нужно больше времени, нажимайте на паузу. А я приступаю к выкладке колода. Готово. Уважаемые водолеи, все карты перед вами. И я приступаю к чтению вашего расклада. Несмотря на то, что в раскладе есть несколько сложных карт, в целом я вижу перед собой очень даже неплохую картину. И расклад начинается с короля жезлов. Начнем с мужчин, так как все-таки первая карта мужская. Если говорить о мужчинах-водолеях, эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том, что в этом периоде вы проявляете свои лучшие огненные качества. Желание что-то контролировать, желание что-то знать. Это карта огромных коммуникаций, общения, образованности, карта власти, управления другими людьми и всегда быть в центре внимания и событий. Таково ваше желание, такова ваша воля. Несмотря на то, что в раскладе есть несколько сложных карт, в целом я вижу перед собой очень даже неплохую картину. Вы действительно можете быть душой компании и авторитетным человеком для многих, к мнению которого будут прислушиваться. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь может влиять вот такой яркий, харизматичный, грамотный мужчина, от которого многое может зависеть. Неделя начинается позитивно как для женщин, так и для мужчин. Поэтому все важные вопросы начинаете решать прямо с понедельника. Понедельник предвещает быть для вас удачным во всех планах, в особенности для мужчин. Но женщины могут рассчитывать на мужскую поддержку. На входящие события для вас выпала шестерка монет. Эта карта говорит о том, что большое внимание вы будете уделять работе, своим финансам и любым рабочим контактам. Также для вас очень важно, чтобы ваши деньги работали на вас. Возможно, есть желание куда-либо их инвестировать. И эта карта может показывать равноценное сотрудничество, к которому вы тянетесь, имеется в виду с другими людьми. Потому что, как правило, получается так, что в любых вопросах вы больше отдаете, чем получаете по этой карте. Но, возможно, кто-то сознательно идет на это. Тем не менее, эта карта говорит о том, что финансово вы на плаву. Но это та стабильность, которую нужно постоянно регулировать и особо надолго не расслабляться. В то же время я вижу, что у вас очень много надежд творческого характера, очень много планов на будущее. Тем более, что в центр расклада выпала карта старшего аркана звезды. Она может говорить о том, что у кого-то из вас не одно высшее образование. Сколько бы вам не было лет, даже если у вас нет образования, вы к этому стремитесь. Вы стремитесь к росту и развитию. Вы показаны как очень уважаемая личность для других людей. И у вас могут быть последователи, единомышленники, ученики. И вы сами чему-то можете учиться в любом возрасте. Карта может показывать и соцсети, интернет. И то, что что-то решается дистанционно. И вам во многом помогают высшие силы. Это карта и вашей путеводной звезды. Рядышком мы видим карту старшего аркана умеренности. Это карта Архангела Михаила, который может помогать вам абсолютно во всех начинаниях и проектах. И здесь я вижу, что ни одно важное действие может происходить в вашей жизни. Карта Туза монет выпала рядышком со звездами. А это говорит о том, что свои доходы вы способны увеличивать и приумножать. И в этом периоде вам должно вести, потому что к вам могут поступать какие-то неплохие предложения, которые вы будете рассматривать. Это может быть и ваши собственные идеи по реализации того или иного плана, как заработать больше, лучше. Тоже имеют место быть. Вы способны что-то воплощать в жизнь, но на внешний мир выпала карта некоторых ограничений. Это карта повешенного. То есть все-таки эта карта говорит о том, что периодически, возможно, чего-то приходится ждать. Или да, у вас что-то получается, но вам приходится чем-то жертвовать. Или что-то делать в ущерб себе. До определенного этапа. У кого-то здесь может быть очень много действительно контактов и зарубежного характера. Потому что в Большом Кресте я также вижу восьмерку жезлов. И возможно что-то тормозится по таким дальним контактам или переговорам. Но будут и позитивные новости, которые вас порадуют. Я вижу, что в этом периоде вам нужно проявлять во многих вопросах толерантность, лояльность в отношении других людей, уметь кого-то выслушивать, но при этом доносить людям правильно свою позицию, так чтобы вас слышали и с вашим мнением считались. По умеренности я вижу, что несмотря на то, что вы можете многие неплохо зарабатывать, эта карта все-таки призывает вас к некой экономии. Или к тому, что прежде чем потратить, вы должны подумать, насколько это вам необходимо или важно сейчас. В то же время заработать вы сможете. И даже если у вас и было напряжение финансового характера совсем недавно или еще даже есть в этом периоде у кого-то, все равно вы свои финансы будете стабилизировать и улучшения по деньгам есть. Но возможно вам придется где-то в какой-то степени с чем-то экспериментировать. Вы показаны как люди новаторы, люди смелые, уверенные в себе. Вам скучно жить серой жизнью, вас может угнетать повседневность, поэтому вашу голову действительно может посещать очень много интересных идей, которые вы рано или поздно сможете реализовать. Самое главное, чтобы по звездам вы не теряли веру в свои способности и возможности, просто на что-то нужно немножко больше времени. Но и в этом периоде все равно я вижу определенную удачу. Так как карта Туза монет выпала именно в финансовый дом, это радует, потому что это говорит о том, что к вам будут поступать доходы. Возможно это даже какие-то неожиданно для вас хорошие предложения или неожиданно вы чувствуете взлет финансовый. Может быть вы захотите кому-то в этом периоде сделать подарок и вы стремитесь к этому, чтобы заработать, кому-то сделать хороший подарок. Но возможно и то, что вам кто-то захочет сделать подарок хороший и денежный. Даже если меня смотрят люди, у которых есть долги или кредиты, я вижу, что вы их успешно сможете закрывать. Но это могут быть очень долгосрочные или долгоиграющие кредиты. Если кто-то из вас обдумывает новую кредитную линию в этом периоде, могут быть некоторые накладки, потому что все-таки на внешний мир выпала карта повешенного. Но на перспективу я вижу, что такой кредит вы можете получить. И опять-таки это будет долгоиграющий кредит, но не меньше, чем на год. Карта Туза монет активна, поэтому она говорит о том, что и ваши деньги активны. Они может быть в постоянном обороте, или они у вас появляются, и вы тут же куда-то их все-таки хотите вложить, так чтобы эти деньги приносили вам дополнительный доход. Я вижу, что в этом периоде высшие силы вас оберегают от всяких ошибок, и вы очень разумно ко всему подходите. И очень правильно многое умеете прогнозировать по центральной карте. Давайте все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу, и те, кто работает, и те, кто не работает, так как от этого напрямую зависят ваши финансы, ваши доходы. Для тех, кто мечтает о повышении по карьерной лестнице, по раскладу я вижу, что для вас это возможно, но возможно стоит еще чему-то подучиться. Лишний раз может быть завериться в чьей-то поддержке, протекции, которую вам кто-то, я вижу, что способен обеспечить. Смотрим, что нужно знать тем, кто при работе. И для вас выпала карта Королевы Жезлов. Если говорить о женщинах, эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том, что вас будут кормить ваши ноги и ваша активность. Вы здесь в центре всех событий. Карта может показывать различные переговоры, встречи, даже рабочие командировки, когда что-то решается на выездах. Даже если вы в офисе, это повышенная активность и многое в ваших руках. Для мужчин эта карта может показывать некую женщину, с которой вы либо пересекаетесь по работе, возможно, это женщина компаньонка, начальница, подруга. Может быть, это даже другая особа из внешнего мира, с которой вы что-то по работе обсуждаете. И эта женщина может давать вам какие-то важные советы или подсказки. Может быть, от женщины к вам поступают как раз какие-то хорошие дельные предложения, которые вам стоит для себя рассматривать. Но это карта финансовая в любом случае, и она говорит о том, что заработать смогут как женщины, так и мужчины. Возьмем для вас еще одну карту на дополнительный совет для тех, кто при работе. Это карта Папы, карта Иерафанта, и она показывает учителя и учеников масса книг. Это говорит о том, что вы действительно способны кому-то что-то преподавать, если вы уже достигли определенных высот. А я вижу, что многие уже чего-то действительно достигли. Поэтому у вас могут быть ученики, и на этом вы тоже можете неплохо зарабатывать. Если вы сами получаете для себя дополнительные знания для того, чтобы поднять уровень своей квалификации, у вас могут быть очень опытные учителя, которые искренне будут делиться с вами своими знаниями, благодаря которым вы будете расти. И карты показывают хороший диалог, хорошую слышимость, возможности, пересеченные интересы. Помощь высших сил в работе очень сильно проявлена. Также карта Папы могла еще показывать любого мужчину, начальника, например, или покровителя, человека, который вам в работе может также покровительствовать. Для тех, кто в этот период вошел не работая, но, например, вы работу активно ищите, продолжайте искать. Для вас выпала карта Рыцаря Мечей. Скорее всего, у вас немножечко не хватает какой-то информации. Карта может говорить о том, что могут назначаться какие-то встречи или переговоры, но они могут срываться или вам могут давать отказы все уже по этой карте. Также возможно и то, что кому-то нужно привести в порядок документы, если не хватает каких-то справок, бумаг. Этим стоит заняться для того, чтобы найти подходящую работу. И как подсказка, карта может говорить о том, что вам все-таки стоит искать работу официальную или через официальных людей. Но почему-то здесь у вас есть или некое недоверие, или какие-то сомнения. И сейчас я вижу, что очень много мыслей по поводу того, как двигаться дальше. Смотрим. Карта совета для тех, кто работу ищет. Это карта Колеса Фортуны. Вам непременно повезет. Вы в скором времени что-то для себя интересное найдете. Это может быть абсолютно неожиданная информация, как снег на голову, когда кто-то что-то предлагает. Но, возможно, и благодаря вашей активности все-таки вы получаете нужную информацию, с которой вам везет. То есть что-то получается. Это карта радикальных перемен. Поэтому судьба вносит какие-то коррективы в вашу жизнь. И тут, возможно, и то, что у кого-то будут перемещения, возможно, даже связанные с заграницей. Или, например, вы можете с одного города переехать жить или работать в другой. Или вы что-то для себя будете решать дистанционно. Но карта говорит об очень хороших шансах, которые вам непременно нужно использовать. Те, кто работу не ищет. Вы на пенсии или вы по другим причинам дома. Для вас выпала пятерка монет. Карта слабых финансов. Она говорит о том, что есть финансовые затруднения. Порой опускаются руки. Конечно же, денег может не хватать. И еще рядышком кто-то есть, кому нужна ваша помощь. Хотя вы сами в этой помощи нуждаетесь. Но рядышком также выпала десятка пентаклей. И ваши финансы будут налаживаться. Возможно, по этой карте вам кто-то поможет из ближайшего окружения финансово. Это могут быть родственники или знакомые. Для кого-то эта карта может показывать дополнительный источник дохода, как семейный бизнес, который вы сможете развивать. Если у вас такового источника доходов нет, стоит об этом задуматься. Потому что в дом ваших финансов все-таки выпала карта удачи и возможности чего-то нового. Поэтому стоит что-то пробовать. Но вам нужна будет поддержка близких. Также эта карта может показывать любой праздник в доме, в семье, который на ближайшее время может намечаться. Или просто отдых. Поэтому вот эти ваши печали немножечко будут уходить в сторону. И карта дополнительного совета для вас. Это карта Пожа Мечей. Она говорит о том, что если в чем-то не хватает информации, ищите ее, вы найдете. Но здесь еще есть какие-то хлопоты, переживания, суета по мелочам. Есть некоторая раздражительность. Старайтесь сохранять спокойствие, чтобы в вашей жизни не происходило. Потому что по факту я вижу неплохие карты, несмотря на то, что, может быть, на период просмотра вы испытываете определенные затруднения. Ну а теперь перейдем к нашим семейным парам, к вашим отношениям. Посмотрим, что в ваших домах, что в ваших семьях. Затем перейдем к нашим свободным. Для семейных выпала восьмерка жезлов и карта старшего аркана умеренности. Я вижу, что вы активны также в отношениях. Вы очень много инициируете в доме. Ваша вторая половинка больше приспосабливается или больше соглашается, нежели активно принимает в чем-то участие. Не противоречит, не идет на конфликт. И, скорее всего, вашу вторую половинку пока устраивает положение дел. Хотя ваша вторая половинка может быть не всем удовлетворена, потому что здесь некоторые ограничения. Когда ваш партнер или партнерша вынужден себе в чем-то отказывать, но вы эту ситуацию будете пытаться исправить. Карты не показывают огромной любви, они показывают преданность, привязанность, уважение, которое между вами присутствует. Это явно. В вашем подсознании желание заработать больше, желание что-то менять. Кстати, карта восьмерки. Жезлов в вашем случае может говорить о том, что, возможно, вы хотите на ближайшее время организовать какую-то семейную поездку или сами куда-либо хотите поехать. Но пока есть какие-то факторы, которые вас тормозят, или в конечном итоге все-таки вы куда-то сами будете направляться, а ваша вторая половинка будет оставаться дома. Карта умеренности может показывать и образование, образовательные процессы, то, что в доме могут быть учащиеся, ученики, это могут быть ваши дети, но, возможно, вы сами чему-то учитесь, и ваша вторая половинка тоже старается развиваться. В подсознании вашей второй половинки желание заглянуть под завесу будущего, то есть, возможно, ваша вторая половинка хочет посетить астрологов, торологов, психологов, потому что, возможно, в чем-то не уверена или не уверена. Ну, а теперь посмотрим, что ждет наших свободных водолеев. Для свободных выпала восьмерка монет, карта пятерки мечей и карта верховной жрицы. Пятерка мечей сразу же привлекает к себе пристальное внимание, потому что это карта злобы, ненависти, интриг и чьей-то подлости. И, скорее всего, вы понимаете, что где-то рядышком с вами есть человек или люди, которые негативно в отношении вас настроены. Возможно, вы по этой карте, именно на этой неделе, захотите кого-то вывести на чистую воду, подловить на чем-то негативном, но показано, что вы сами в чем-то играете или хитрите. Возможно, это вынужденные меры. Может быть, до вас доходит какая-то неприятная информация о том, что кто-то против вас кого-то настраивает и ходят неприятные разговоры. И в этой ситуации я вижу, что вы захотите для себя явно разобраться. Восьмерка монет говорит о том, что многие из вас сосредоточены больше не на любовных отношениях, а на рабочих. Возможно, кто-то учится параллельно с работой, совмещает и то, и другое. Удачно, успешно все получается, но много зависти. И кого-то, видимо, очень раздражает то, что вы хотите развиваться, и то, что вы все равно идете вперед, или то, что вы, возможно, что-то делаете лучше, чем другие. Конкуренция. И в вашем случае третья карта Верховная Жрица может говорить о многом. Во-первых, она может говорить о том, что кто-то может иметь дело с человеком несвободным. То есть, может быть, ваши отношения в разряде тайных, если вы с кем-то встречаетесь. Либо, если в ваших отношениях вы встречаетесь, все, как вам кажется ясно, понятно и открыто, это не так. Либо партнер или партнерша вам что-то недоговаривает, либо осторожничает, либо в ваши отношения могут вмешиваться и другие люди по центральной карте, пытаясь рассорить вас между собой. Если вы по-прежнему в свободном поиске, то пятерка мечей говорит о том, что будьте аккуратны, вы уже обжигались ранее, вы можете общаться с кем-либо, знакомиться. Хотя по вашему раскладу я не вижу, чтобы вы сейчас на это были настроены. Я и говорю о том, что вы больше настроены на работу. Но позже вы все-таки будете думать о том, чтобы свою личную жизнь начать устраивать. Но Верховная Жрица в вашем случае может говорить о том, что и вам захочется, скорее всего, просмотреть свою судьбу, и вы также, может быть, будете к таким людям обращаться, которые помогут вам что-то увидеть. Если говорить о мужчинах, так же и о женщинах, рядышком с вами есть какая-то женщина, обладающая способностями, к которой вы всегда можете обратиться за помощью. Если говорить о женщинах, то, возможно, вы сами обладаете такими способностями, которые в себе будете пытаться развивать. Но все равно чей-то дополнительный совет, помощь, подсказка вам не помешает. Потому что даже если меня смотрят практики, как правило, вы способны разобраться в судьбах других людей. Но то, что касается вас самих, просмотреть свою судьбу всегда сложно. Почему? Потому что желаемое начинаешь выдавать за действительное, и карты действительно могут подстраиваться под ваши мысли. Конечно, эта карта может показывать и любые магические манипуляции или эксперименты, связанные с магией. Тем более, что эта карта по диагонали выходит на звезды. Либо вы имеете дело с очень толковыми, грамотными практиками, очень продвинутыми людьми, либо вы сами таковыми людьми можете являться по этим картам. Ну а теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытых факторах выпала тройка монет. Карта старшего аркана мага и карта туза чаш. Карта мага в вашем случае может напрямую говорить о магии. Карта туза чаш может показывать новые магические ритуалы, коррекцию своей судьбы. Может быть, вы также с чем-то захотите поэкспериментировать в области магии. И эта неделя для этого максимально благоприятна, так как на этой неделе один из самых сильных дней в магии – это Хэллоуин. Тройка монет предполагает то, что у вас будет прирост денег или приход денег. Сотрудничество с другими людьми тоже очень плодотворное. Желание постоянно чем-то управлять по магу. Вы действительно показаны, как люди хорошие управленцы, но при этом вас кто-то может пытаться подчинить своей воле. Но вы всегда пытаетесь любую ситуацию все-таки подломить под себя. В особенности, если меня смотрят мужчины. Если говорить о жизни женщин-водолеев, то, возможно, в вашей жизни есть мужчина, который обладает некими способностями. Человек очень грамотный, умный. И я бы даже сказала рискованный. От этого человека в вашу жизнь могут исходить блага, но в то же время могут быть и некоторые манипуляции вами или игра на ваших чувствах. А по этим картам явно прослеживается игра на чувствах близких людей, манипуляции. Но теперь давайте откроем карту дополнительного совета или карту форс-мажора. На форс-мажор выпала пятерка жезлов, карта конкурентной борьбы и того, что вам кто-то сознательно может создавать помехи, ставить палки в колеса, возможно, сознательно провоцировать вас на выяснение отношений, и вы кому-то здесь не сможете молчать. Эта карта говорит о том, что если доходит до какого-то спора или выяснение отношений, вы должны не молчать. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта четверки чаш. Эта карта в общем дает ответ да, но она говорит о том, что вот вы сидите и думаете, а нужно ли мне это особо? Или когда вы получите уже желаемое, вы получите, потом сидите и думаете, настолько ли сильно я этого хотел или хотела. Возможно, сейчас вам кто-то в отношении вашего вопроса предлагает какую-то помощь, но вы не спешите ее принимать. По поводу вашего вопроса очень много рассуждений. Вы постоянно пытаетесь что-то проанализировать, понять, боитесь чем-то допустить ошибку или оплошность, и все пытаетесь в своей голове разложить по полочкам. Карта может показывать и накапливающуюся эмоциональную усталость или физическую, когда вроде бы я и могу получить то, что хочу, но на что-то у меня сил не хватает. Очень магическая колода. Тех, у кого хорошее зрение, поднесу вам эту карту поближе. За спиной человека на полках шкафа мы видим не только кубок, но и видим черепок. Закрытые книги на столе, какие-то свитки, бумажные письма, документы. Внутренне, я так полагаю, что вам много для себя понятно. Многие вопросы либо уже для вас закрыты, либо вы их не хотите поднимать заново. Очень интересная карта. Если вопрос касался отдыха, то для отдыха карта замечательна, для перезагрузки. Если заглянуть немножечко глубже в ваш вопрос, скажу так, что по поводу вашего вопроса почему-то у вас будут некоторые либо затруднения все-таки, либо вам чего-то ждать приходится, либо в чем-то не совсем для вас благоприятные условия или обстоятельства, но потом для вас как будто бы что-то открывается. То есть если вы это проходите, вот эти испытания определенные, открываются возможности, дается какая-то благодать, и вы будете радоваться. Ну а теперь возьмем несколько дополнительных карт из Иракула и спросим, что еще вам нужно знать на самое-самое ближайшее время. Попытаюсь сейчас вам озвучить эти карты. Почему я так вздыхаю? Потому что карты очень нестандартные. Первая карта показывает какое-то бремя, какую-то бесплодную попытку. Возможно, это как раз касается ваших врагов или происков ваших врагов, потому что тут идет злость от кого-то явно. Центральная карта говорит о ваших мечтах и надеждах, о том, что все-таки вы верите во что-то хорошее и лучшее, но рядышком карта, которая может говорить о том, что сейчас в чем-то ваши финансовые возможности не настолько велики, насколько хотелось бы. А четвертая карта говорит о том, что вам кто-то просто покажет, покажет что? Показываю поближе, покажет попу. Ну, а теперь по поводу этой карты немножечко дополнений по поводу конкретно именно этого аркана. Почему? Потому что совсем недавно лично для меня эта карта выпала, когда я узнала о предательстве человека, о подлости человека, об интригах человека за моей спиной. И вот эта карта может и говорить о том, что кто-то в отношении вас может себя вести точно так же. Поэтому в раскладе не случайно выпадала в нижней линейке пятерка мечей, и она может касаться не только свободных, но и всех остальных. То есть говорит о том, что враг есть или ваши враги активны. И от кого-то можно еще ждать какой-то подлости или подставы. Но, как правило, эта карта выпадает тогда, когда вы этого не ждете, или вы все-таки еще надеетесь на что-то хорошее, а в конечном итоге получается все равно вот эта самая попа. Уважаемые водолеи, надеюсь, что было интересно и познавательно. Благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. Оставляйте обратные комментарии. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех непременно жду на следующей неделе. Всем мира и добра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok